Сейчас подождем, пока немножко народ потянется. Надо же время потянуть, да, чуть-чуть, как это всегда бывает. И начнем. Так, а как оно делается? Вот так вот, чтобы вы меня не теряли из виду. Так. О, народ подходит. Отлично. Сейчас начнем. То, что было во вторник. А у нас так и будет, наверное, получаться. По вторникам и четвергам. Потому что в это время, по вторникам и четвергам, обычно еду на тренировку. И как раз есть время пообщаться. Выезжаю я задолго, потому что неизвестно, как дорога сложится. А живу я за городом, в лесу практически. Стопындра. У меня же, наверное, подключен Wi-Fi. А надо перейти на мобильный интернет. Во. Наверное, сейчас будет лучше. Так. Наверное, не пропал, я надеюсь, да? Ну, ладно. Надеюсь, это как-то сошьется в программе. Итак. Так. Значит, укрепление СМ-связок. Ну, для кого эта тема будет актуальна? Ну, скажу сразу, не только для тех, кто спортом занимается. Правда, для тех, кто спортом не занимается 30 лет, вообще не критичный период. Если, там, тунеядствовать, то в это время очень трудно травму заработать. Потому что приходит определенный жизненный опыт. Если спортом не занимается, то он не склонен к рискам. И, конечно, ну, травму получить ему довольно тяжело. Он может ее получить в быту, конечно. Но когда поскользнется, предположим, на улице. Или будет пытаться там удержать баланс на какой-то поверхности. Либо скользкой, либо на краю чего-нибудь находясь. И так напряжет свои мышцы, что возникнет так называемый отрывной перелом. Вот. Или разрыв сухожилия. Такое бывает. Вот. А как это бывает? Когда связка не способна выдержать ту нагрузку, которую ей предлагает мышца. То есть мышца генерирует намного большую силу, чем способна выдержать сухожилия. Или место, в котором сухожилия прикрепляются кости. Вот. И тогда либо сухожилия разрывается, либо вырывает само сухожилие в месте прикрепления прямо кусочек кости. Вот. И то, и то плохо. Первый вариант хуже. Потому что связки и сухожилия заживают долго и полноценно. Скажу вам сразу, друзья мои. Не заживают никогда. Вы это запомните. То есть не то, что они не заживают. Я сакцентирую на том, что они полноценно не заживают. То есть всегда что появляется? Всегда появляется какой-то рубец. Это раз. А рубец это более хрупкая ткань. Она хуже питается. И в этом месте, собственно говоря, можно повторно заиметь какую-то проблему. Это чем старше человек, тем это более выражено. Вот. Имеется в виду, в чем более старшем возрасте он эту проблему получает. Вот. Второй вариант немножко получше, когда там отрывается кости кусочек. Потому что кость, она заживает довольно безболезненно. То есть сомги срастаются. С остеосинтезом или без остеосинтеза. Шурупом ли прикручивают ее. Ну, винтом имеется в виду. Либо пластином ставят, либо на спицах. Либо вообще другим способом. Но, тем не менее, намного лучше. Даже без последствий. Там образуется костная мозоль, которая иногда по своим характеристикам, даже по крепости превосходит окружающую костную ткань. Особенно, если это критикальные сомслои. Не губчатые, а именно критикальные. Тогда точно. Там костных балок практически нет. И поэтому там утолщение, которое в месте костной мозоли. Если она хорошо, значит, репродукция произошла. То есть хорошо сомги срослось все. То без проблем все. Вот. Да, кстати, про сухожилия сомги забыл. Вот то, что они хрупкие и все такое прочее. Кроме того, при заживлении сомсухожилия вы же не можете двигать, да, это конечностями. Соответственно, сухожилие, оно же эластичное. Оно требует постоянной подвижности. Оно должно сжиматься, сжиматься, испытывать нагрузки. Если этого не происходит, оно как бы консервируется в том состоянии, в котором оно находится. Вы находитесь в иммобилизации. Как правило, ее производят в среднефизиологическом каком-то положении. То есть не в полном разгибе, не в полном сгибе, а в таком среднем состоянии. Чтобы это было физиологично. Но именно в этом положении она и законсервируется. То есть удлинить ее потом будет довольно тяжело. И возникают определенного рода контрактуры. То есть еще потребуется время на разработку сухожилия. Вот такая штука. Почему эти все теории? Потому что сейчас это будет важно дальше. Это теоретическая составляющая. Понимаете, дело в том, что чем моложе человек, особенно до 30 лет, тем вообще проблем, как говорится, особо и нет. Там все заживает довольно быстро. И поэтому спортсмены молодые, они рискуют часто, да, получают массу травм, которые потом непременно скажутся. И вот если кость, она заросла, и, предположим, вы можете не вспомнить никогда в течение своей жизни, что у вас какой-то перелом вообще был, то если у вас были какие-то проблемы со связками сухожилиями и суставами, там вывихи, разрывы, надрывы и так далее, они непременно скажутся в дальнейшем. Непременно. Особенно если вообще спортом не заниматься. То есть если вы травму заработаете такую, спортом заниматься не будете, то она даст о себе знать довольно быстро. И к перемене погоды, и время года, когда меняться будет и так далее. В общем, геморроя будет... В общем, будет геморрой. Что же делать, собственно говоря? Ну, я в прошлом своем видео, прямом эфире таком же, затронул тему о том, что если вы не готовы к тому, чтобы заниматься, то есть вернее не то, что вы не готовы, вы-то морально можете быть готовы. Если вы себя не подготовили к тому, чтобы тренироваться, то есть не готова ваша опорно-двигательная система, то, конечно, надо с вами щадяще заниматься. Но мы сейчас затронем и другие моменты. Как вообще это подготовить? Ну, конечно, существует ряд специальных упражнений. И прежде всего, вы поймите, что остальные все составляющие, типа сердечно-сосудистой системы, мышечная ткань, они к нагрузкам адаптируются очень быстро. То есть вы быстро начнете наращивать мышечную силу. Даже без увеличения объема мышечного силы станет больше, если вы регулярно заниматься будете. Потому что придет внутримышечная и межмышечная координация. Сердечно-сосудистая система стоит начать вам только регулярно бегать и выйти в адаптивный режим, как у вас тоже все будет лучше становиться. А вот связки сухожилия долго. Долго как бы входят в такой режим, чтобы начать гибче становиться, воду набирать, утолщаться. И более того, если неправильно начать, ну форсировано, то можно наоборот добиться прямо противоположности результата, заработать микротравмы, какие-то надрывы, или наоборот иссушить сухожилия, к истончению перейти его. Это вообще проблема будет большая. Так вот, что помогает? Помогает изометрическая гимнастика. Изометрическая гимнастика ЗАСа. Так называемые сухожильные ее еще называют. Но все за нее как раз, кто хоть немножко понимает, да, про сухожилие что-то, ну, то хватаются двумя руками. Скажу сразу, не с нее начинать надо. Это великолепная гимнастика, которая действительно готовит сухожилия. Они становятся крепче, толще, эластичнее в том числе, несмотря на то, что больше гимнастика направлена на то, чтобы сухожилия стали крепче. А вот, я сейчас объясню, почему это важно даже вообще со всех самых сторон. Но, понимаете, какая штука? Если вы начнете с изометрии, а изометрия это всегда пиковая нагрузка в очень короткий, ну, не в очень короткий, в период до нескольких, там, секунд, даже до нескольких, скажем, десятков секунд, до двух десятков доходит иногда. Но в среднем так, 7-12 секунд, да? Все зависит от того, каких результатов добиться хотите. Так вот, если вы начнете с изометрии сразу, у вас есть точно такая же вероятность заработать себе какие-то микротравмы, если ваши сухожилия к этому не готовы. И вы можете заработать микронадрывы. И здесь работа нужна прежде всего. Не в изометрии, в самом начале, да? Если вы решили заниматься и давно не занимались. Я хотел именно подготовить сухожилия. Я просто повторяюсь для тех, кто входит. Я вижу, новые люди появились. Хотя стоит, наверное, пересмотреть с самого начала. Надо начинать со статики. Со статики. То есть, статика чем отличается от изометрии? Я сейчас объясню. Внешне, может быть, очень это все похоже. То есть, и в том, и в другом случае мышца напрягается, то есть, она пытается сократиться, но не происходит изменения ее с длины. То есть, что это такое? То есть, вы, в смысле, препятствуете каким-то внешним факторам сокращению мышцы по длине. То есть, она напрягается, но не сокращается. То есть, ее длина не уменьшается. Вот. И в статике, значит, это происходит и в изометрии. Но в изометрии ее пиковое сокращение, то есть, максимально возможное. В короткий период, там, 7 секунд, 7-10 секунд и так далее. Вот. А в статике все то же самое происходит, но сокращение не пиковое. Оно есть, но оно небольшое. Вот. И, ну, длится по времени, скажем так, намного больше. Опять же, изометрии, значит, после нутризометрии всегда требуется довольно продолжительный восстановительный период. То есть, дело в том, что там испытывают сухожилия огромную нагрузку. Это же в том числе и профессионалы пользуют этот метод. Я потом объясню, почему. Я же говорил уже, почему. Что я расскажу, почему сухожилия должны быть очень крепкие для достижения больших результатов. Не только потому, чтобы травму не получить. Есть и другая причина. А вот. Значит, смотрите, какая штука. А в статике, она более самощадящий режим. То есть, там вы сухожилия точно не повредите, потому что нагрузка при этом, ну, от 25% от максимума, ну, и там, типа, до 80%. Но не больше. Лучше где-то в районе 50-40%. А нагрузка по продолжительности длится, ну, предположим, 30 секунд. До минуты даже. Вот. И делать упражнения можно намного чаще. То есть, практически можно делать их каждый день. И вот такая работа, она приведет к утолщению сухожилий, к упрочнению их. Может, они толще особо не станут, но то, что прочнее они станут, это совершенно верно. Ну, если еще при этом правильно диету соблюдать. Об этом тоже расскажу, если время будет. Если не будет, то потом задену я, значит, эту тему. Вот. И только потом, через несколько месяцев, когда вы поработаете достаточное количество времени в статике, можно переходить к изометрическим сокращениям. Последний шаг к укреплению сухожилий – это различного рода палеометрические нагрузки. Причем, как уступательные, в таком режиме, ну, не лайтовом, но в более самодезамедленном, как типа негативные повторения, когда вы не на взрыв, да, палеометрику работаете, вот, а в уступающем самом режиме, но долго не затягиваете. Так и чисто палеометрика на взрыв. То есть, когда сухожилие, там, испытывает пиковую нагрузку в очень, ну, кратковременный период. Ну, такое вот, например, для ног бывает, когда вы, ну, вниз прыгаете, например, с какой-то тумбы, например, вниз. Вот, чтобы вы не провалились в глубокий присед, напрягаются мышцы пиково очень сильно. Или, когда вы со стойки падаете на руки, как будто поджаться хотите. Там тоже ваши трицепсы, дельты, они в палеометрическом режиме работают. То есть, как бы ударная, ну, уступательная нагрузка такая. Вот. Удар любой по, скажем так, по снаряду, это всегда палеометрическая нагрузка. Вот. А в уступательном режиме это негатив, это когда из точки пикового сокращения, куда вы попали с помощью себя же, там, другой рукой себе, ну, как бы, помощь оказав, или всем телом, или каким-то способом, сам, и другим, вы потом в уступательном режиме преодолеваете ту нагрузку, которую, в принципе, вы не в силах преодолеть. Но, ну, так, уступайте медленно, на протяжении одной-двух секунд, условно говоря. Вот это все работает. Но это, опять же, для более подготовленных людей. В общем, все начинается со статики, продолжается изометрией, и заканчивается палеометрическим режимом и негативными повторениями. Вот тогда ваши сухожилия приобретут большую прочность. Зачем же эта прочность нужна? Так, не для того, чтобы травму не получить, потому что, скажем, на одной статике даже можно так укрепить сухожилия, что они получат запас прочности гораздо больше, чем нужно, чтобы травму не получить. Вот. Дело в том, что сухожилия, чем они становятся крепче и толще, но я сейчас такими словами буду говорить чисто, ну, это обывательскими, тем они легче позволяют преодолеть закон самосохранения, да. То есть, на самом деле, в сухожилиях и в капсулах суставов, и в связках находится большое количество проприорецепторов различных, и, значит, которые ощущают давление, растяжение, там, изменение формы, вот. И также болевых рецепторов дофига там. И вот, если возникает какое-то растяжение, которого раньше не было, ну, сильное, да, а сильное растяжение, оно бывает при нагрузке, при большой, вот, то идет в СМИ сигнал, что вот это вот опасно, такого напряжения раньше не было, оно большое, и как бы тут бы травму не получить, да. Вот. И, соответственно, дается рецепрок, где связь обратная, и мышца не может выдать нагрузку такую, которую, чтобы травму не получить. Такую только нагрузку могут на волевом усилии выдать СМИ профессионалы. Это мы замечаем когда? Да, когда вроде бы люди, ну, внешне подготовлены, скажем так, одинаково, даже бывает, что там человек с более тонкими руками, и все такое, а пожать может намного больше вес, да. Вот. Почему? Типа на волевом усилии, потому что он каждый день в спортзал ходит, а большой, казалось бы, сильный человек, толстые руки, но никогда, значит, этого, ну, так сказать, упражнений не делал, и пожмет намного меньше. Именно поэтому и существуют там, мастера от спорта по пауэрлифтингу, которые с весом 60-й килограмм жмут там 180, условно говоря. А есть люди, которые весят 140 и не могут выжать даже свой вес, да. Вот. Хотя, вроде, казалось бы, все нормально. Но стоит им немножко позаниматься, они будут намного больше жать. Вот. Я объясняю почему. Потому что есть обратная связь, которая не дает это дело сделать. Как растяжение пошло больше, чем обычно, да, напряжение больше, чем обычно, сразу стоп-стоп-стоп, может травма быть, и выключает все это дело. Так вот, когда вы работаете на статику, а потом вы работаете, ну, в изометрическом режиме, то вы тренируете свои проприорецепции, и порог у них становится намного выше. Я сейчас объясню. Они очень часто путают, да. Что такое порог боли, там, или порог нечувствительности выше, ниже. Значит, порог становится выше, то есть требуется большая нагрузка для того, чтобы преодолеть данный порог. Больше. Значит, порог выше стал. Ниже порог, это когда при минимальной нагрузке уже возникает реакция. Это низкий порог чувствительности. А не то, что, говорят, там, низкий порог чувствительности, это человек ничего не чувствует, там, у него пониженный порог. Да, пониженный порог, это когда чуть-чуть задели, и все. и он уже натреагировал сразу, там низкий болевой порог, это значит, чуть тронули, все, ему больно уже, а высокий болевой порог, это когда надо высокое создать какое-то воздействие, хай, да, вот, и тогда только будет больно, вот, значит, и вот, чем вы больше, самки, тренируете проприорецепторы свои, тем выше порог чувствительности становится у вас, все, и, соответственно, можно выдавать гораздо большую нагрузку, почему я, опять же, затронул самкиплеометрику, и почему это важно для единоборцев, вот, те, кто просто веса ворочает, они, конечно, могут, там, на допинге, когда, там, башню сносит вообще, себе травму причинить, то есть, взять такой огромный вес, который мышцы могут потянуть, а связки, типа, не могут, да, потому что мышцы всегда быстрее реагируют, если, там, работать на эстероидах, например, то мышцы начинают реагировать намного быстрее, связки работают медленнее, ну, в смысле, они медленнее, самкиприобретают свои свойства, и, соответственно, порог может себе причинить, и поэтому человек может себе причинить вред, если же человек работает нормально, да, то есть, без химозины, то таких проблем, в общем-то, не будет, если у него они подготовлены, и он не причинит себе свой вред, если связки адекватно подготовлены, все, то есть, вообще проблем не будет, а вот у единоборцев проблемы могут быть, даже когда все подготовлено, казалось бы, почему? Ну, потому что, вот, они часто работают именно в апплиометрическом режиме, где дозировать нагрузку невозможно, и где координация межмышечная может иногда не справиться, когда все происходит просто молниеносно, быстро, под углом, под таким, под которым этого не было никогда, это при борьбе бывает, например, да, причем там нагрузку вашу лимитирует ваш оппонент, то есть, не выше эту штангу тянете, и в любой момент можете там отреагировать отказом, да, а ваш оппонент, он вам резко на рычаг руку дернул, вы стали сопротивляться, и биццы все там оторвали, ну, такое тоже может быть, понимаете, и где, потому что он вам эту нагрузку стал, причем он мог создать очень резко, пиково, именно что резко, и вы не были готовы, а мышцы не скоординировались, и возникает отрывной перелом, либо разрыв сухожилия, вот, вот это важно очень, это важный момент, поэтому бойцам и борцам обязательно нужно сухожилие готовить даже больше, чем атлетам, которые занимаются бодибилдингом, пауэрлифтингом и так далее, тем-то проще подготовить свои сухожилия, даже очень простой какой-то работа, единственное, вот я забыл отметить, почему у них все равно бывают отрывы часто, я сейчас объясню, почему, ну, так, относительно профессионалов имеется в виду, потому что сейчас мне, наверное, будут, скажем так, ну, топонировать, скажут, да ладно, знаем мы, он и грудь рвут себе там бодибилдеры, и все, я сейчас объясню, они, когда там уходят в режим, ну, подсушиться, например, да, начинают принимать сфероидные гормоны, такие, которые выводят жидкость из организма, вот, в том числе и суши становятся, связки, фасции, межпозвоночные диски и, я не помню, что за препараты, честно говоря, что-то я вот подзабыл, не помню, когда-то читал про это, какие это конкретно делают, конечно, они комбинируют их таким образом, чтобы не выводить, да, ну, это сам, всю жидкость из организма, ну, имеется в виду из-за самгетканей, вот, но, тем не менее, проблема может быть, да, решили подсушиться посильнее, связки стали сухие, соответственно, хрупкие, а мышцы сильные, и, соответственно, мышца бас и порвала самая связка, вот у них из-за этого еще бывает, но если такого, если такой химозин, вот, если это и нет, то, собственно говоря, проблем и не будет, потому что, я говорю, там отказ произойдет на уровне, во-первых, там два барьера, это ментальный барьер, то есть человек просто не готовся нагрузку большую будет дать, вот, а второе, это уже подготовленные сухожилия долгими, там, и тренировками, и проблем не будет, вот, а вот, я повторяюсь, извините, когда на дороге едешь и всякие такие ситуации дорожные, я, наверное, косноязычно говорю зачастую, вот, ну уж, ладно, поймете, я думаю, то, что я вам нарассказывал, вот, сейчас, ща, 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 о, нашел место для парковочки, ха, хорошо, хм, хм, ну так пойдет вот так друзья давайте вам всем делаю привет так 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 личного всем привет ну наверное резюме какое-то надо дать сказать вопрос не задаете значит я думаю что все понятно что я это говорю изюме банально для тех кто занимается боевыми искусствами борьбой или ударными ли каким-то мударным тренингом укрепление сухожилий обязательно в любом возрасте но особенно после 30 40 50 60 и так далее чем старше тем более внимательным к этому нужно относиться и особенно внимательно тогда когда вы начинаете заниматься после долгого перерыва если вы долго не занимались то обязательно надо готовить начинать сухожилия со статики статическими что это такое если кто-то только что вошел значит сам начала посмотрите второе это изометрия когда вы будете готовы уже то есть сам статику поработаете несколько месяцев и потом уже переходите на специальные насть упражнения на плеометрику так упражнения конкретные упражнения на что 1 статику на этом изометрию на плеометрию они на самом деле все похожи это это любые могут быть упражнения абсолютно любые хоть со штангой хоть собственным весом хочет чем угодно отличается режим работы очень просто предположим если вы берете штангу такую что вы не можете поднять ее на бицепс 100 килограмм например или просто подходите какой-то балки которые закреплено намертво этом брусе и пытаетесь ее согнуть себе на бицепс и в пиковом режиме это будет изометрическое сокращение если вы это будете делать в пол силы это статика будет если же вы забросите сам читингом сам штангу тяжелую вверх и медленно будете сопротивляясь опускать ее вниз вот это будет негативное повторение вот если же вы будете дергать штангу резко вверх на взрыв это плеометрика будет либо на и либо не дергать ее вниз резко а кто-то будет вот вы будете палку держать вот так вот а кто-то будет резко дергать ее на себя со всей силы а вы будете пытаться начну держать ее на месте это плеометрика будет все то есть одно и тоже значит упражнение в одной и той же самки траектории в конечной если мышца работала можно делать во всех режимах абсолютно это все просто работается немножко по-разному если вы рабу а если вы работаете просто динамику чистую в амплитуде там больше работает мышц и мышца быстро приобретает свои физические свойства сильные вот сильно становится а вот сухожилия они не будут укрепляться так быстро понимаете вот в чем вся и беда чем вся беда тех кто после долгого перерыва начинает форсировать события мышцы быстро вспоминают а сухожилия и связки медленно вот в этом вся и загвоздка и мышцы быстро приобретают такие свойства когда они сами по себе свои силы могут порвать сухожилия и связки сделать подвывих себе или вывих надрыв сухожилия надрыв фасции и так далее очень вот такая беда может быть чтобы этого не произошло да пожалуйста пожалуйста виталий вот надо этим заниматься по поводу питания ну значит первое надо обязательно чтобы связки были всегда наполнены водой связки суставы их не надо пересушивать а вот проблема сейчас тем возникает человек спортом начав заниматься он сразу хочет приобрести жесткость мышц подсушиться и все такое прочее соответственно все у него направлено на то чтобы вот это не специально делает но гидрофильной самой ткани будет угнетена если не делать специальных каких-то сами вещей для того чтобы жидкость там как можно больше сохранялась ну слава богу последнее время стали говорить надо довольно много пить а тот сушиться начинают начинают пить мало пить надо не скажу что во время тренировок по боевым там искусством нужно схлебать воду это как бы я не приветствую когда вы кроссфитом занимаетесь там да по чуть-чуть там можно выпивать и литр и два за тренировку боевым искусством когда занимаетесь нам просто там рот прополоскать глоточек маленький сделать чтобы не бултыхалась и не плескалась ничего там немножко режим работы не такой как в кроссфите вот и любая выпитая вода она мешает вот поэтому и надо по чуть-чуть но пить надо много между тренировками прямо реально то есть надо чтобы в тканях было много жидкости разумеется с ума сходить сомги не нужно и нужно понимать какой у вас сам статус если у вас предположим там отеки то просто понимать что тогда это хлистать в воду особенно на ночь вам не нужно если недостаточность какая-то сомги сердечная и там у вас возникает и от этого там отеки тоже надо понимать что лечить надо первопричину да и только потом уже там все остальное вот в общем короче говоря но если все нормально сердцем там и нет отеков то пить надо много это безусловно причем не чистую воду хлистать вообще пустую конечно сомги должны быть обязательно соли минеральный состав должен быть верной потому что если вы теряете много жидкости вы теряете много солей организма надо восстанавливать И чистой водой простой вы просто соли вымыете еще больше, у вас еще кости станут остеопорозными, и вместе прикреплением сухожилия они еще быстрее разрушатся. То есть сухожилиями это будет норм, то есть сухожилие будет такое наполненное, то есть оно будет эластичное, хорошее, но оно подтянет и вырвет кусок сами кости. Поэтому тут все должно быть нормально. Должен быть нормальный состав в питании, в котором есть много конструктивных элементов, идущих на строительство связок сухожилия сустава. Коллаген и эластин должны присутствовать в большом количестве. В достаточном количестве, вот так вот. А то в большом скажу, так кто-то там заставь дурака богу молиться, там он и лоб расшибет. Вот, и конечно, казеин вот, например, его лучше на ночь употреблять. Вот, есть надо и зельцы, холодцы, выворки из суставов связок, еще и мясо кушать надо. Надо кушать мясо, по-любому. Причем не пренебрегайте мясом таким, жилистым таким, вот, которое надо пожевать, постараться. Это все нормально. Это хорошо. Едите курицу, например, да, там любите и грудку, ну, предположим, там окорочок едите. Съедайте сустав. Прямо вот это зеркало сустава, да, вот эту белую головку на суставах. Съедайте это тоже. Это нормально, все. Вот. Жир не надо, кожу не надо, а суставы ешьте. Все это нормально. Даже можно и съесть и головку губчатой кости. Это все нормально вполне. Вот. Так, друзья. Времени у меня дальше вести эфир нету. Я так вкратце набросал, ну, тактуальность проблем. Если хотите более подробных ответов, давайте поступим так. Пишите мне здесь прямо под эфиром, да, под видео свои вопросы. Я выйду в стрим на ютубе, дам анонсы и там на все эти вопросы, значит, отвечу. Вот. Трансляция прямая будет, но она доступна будет и в записи, и на все вопросы я вам поотвечаю. Если они будут интересные. Вот. Так что давайте. До встречи. А если хотите вообще конкретных ответов на вопросы, пишите в личку. Договоримся о консультациях и так далее. Потому что, конечно, прицельных ответов я вам вот в таких общих консультациях не дам. Я могу вам обозначить какую-то проблематику, дать ответы на общие вопросы. А конкретно, прицельно, там комплексы, методики, конкретно для каждого человека, решение проблем, это надо лично все решать. Можем договориться. Ну все. Всем пока. Салют.